Сегодня конкурсов будет меньше. Наименьшее количество за историю матчей звёзд ГХЛ. Столько огорчаться из-за этого? Безусловно, нет. Потому что изобилие конкурсов зачастую несколько смазывало общий эффект. Сегодня, вот вы видите, круг на скорость, сила броска, атаки сходу эффектные были. Есть эффекта на скорость. Пять конкурсов, зато каждый из них обещает быть, что обещают быть. Таким, чтобы запомниться по полной программе. Здесь есть нюанс, который наверняка здесь добавит и дополнит меня Александр Халанов. Нюанс, который касается возможного исхода этого самого противостояния. Противостояние, я уже говорил в начале нашей трансляции, на настоящий момент это четвёртая встреча Запада с Востоком. Запад выиграл три прошлых мастер-шоу. И поэтому, конечно, вероятность того, что Восток наконец-то выиграет мастер-шоу велика. Но есть нюансы. Есть нюансы того, что теоретически может быть ничья. И тогда победитель будет определяться результатом последнего конкурса. Правильно ли я говорю? Совершенно верно. Именно так и будет определяться победитель в случае ничейного результата. Причём в предыдущие три года. Именно так и определялся победитель. То есть интрига сохранялась до самого конца. Опять же, что касается хоккеистов, на самом деле, я так считаю, что первый конкурс, который будет начинаться уже сейчас, круг на скорость, самый интересный для хоккеистов. А для болельщиков, как правило, это, конечно, бросок на силу. Безусловно. Ну что же, круг на скорость. Нужны ли дополнительные объяснения, особенно с учётом того, что вы уже могли прочитать. Юный, восходящая звезда Кирилл Капризов, представляющий Новокузнецкий «Металлург». Завершает звук круг. Вряд ли это будет круг почёта, потому как довольно сложно установить первый самый лучший результат в любом случае команде, которая показала лучший результат. То есть, соответственно, Капризов, Соломов и Голочев за Восток, а Парков, Козынок и Горлицкий за Запад. Лучший из них из шестерых принесёт одну очко своей команде, соответственно, к Востоку или Западу. Кирилл Капризов свой круг завершил. Вы сейчас видите на повторе, как это было. Но здесь, безусловно, ключевые нюансы – это сотые, десятые доли секунды. Огромное количество людей принимало в таких конкурсах участие. В том числе, те люди, кто сейчас уже являются, скажем так, звёздами хоккея по другую сторону. Вот сейчас мы видим Даниила Апальков финишировать. Его результат сравнивать будем с Кириллом Капризовым. Но, соответственно, Апальков и Капризов в данном случае представляют Запад и Восток, а не логомотипный Новокузнецк. Так, ну и пока мы ждём этих цифр, я хотел привести пример того, что помнят многие. Но Александр Хаванов-то отлично помнит. Например, Сергей Фёдоров ныне генеральный менеджер ЦСКА, но когда-то мега-звезда мирового хоккея и нашего, и НХЛ-овского, всемирного. Дважды выигрывал этот самый конкурс на скорость 20 с лишним лет тому назад, но, тем не менее, в компании сильнейших – НХЛ. Ну, а теперь на очереди Михаил Варнаков, представляющий Нижегородская торпеда. Впрочем, ключевой нюанс, что он представляет Восток. Хотя для Нижегородцев, Невальского, он представляет в первую очередь спорный. Итак, финиш очередного участника. Я обращаюсь к Александру Хаванову, Сашу Натуридову, для троих вы видели, кто побежал в первую очередь. Ну, на самом деле, последний вот круг исполнения Варнакова выглядел быстрее другим, и ему удалось выбежать из 14 секунд. Первый участник пока единственный, кто не выбежал из 14 секунд. У Варнакова 13 секунд 724 тысячных, но, скажем так, хороший результат. Хороший. Можем ориентироваться на результат войск в прошлом году, который выиграл с результатом 13.178 тысячных. Сейчас Брэндон Козом, представляющий запас, и финский Йокерет завершает свой тройк. И смотрим на его результат. Александру Хаванову виднее, так что ему слава. Это самый лучший результат на данный момент. 13.548. Брэндон Козом, ну и, скажем так, 13.5 секунд, это очень и очень быстро. Причем, если вы имели возможность посмотреть, то даже Сергей Мазякин ко мне подходил здесь, спрашивал, у кого лучший результат на данный момент. Так вот, на данный момент лучший результат у Брэндона Козуна. И вот теперь последний шанс исправить первый конкурс для команды Востока. Анатолий Голошев, Екатеринбургский автомобилист. Его, запек, его круг может принести очко Востоку. Больше уже никто Востока в этом конкурсе помочь не может. Чуть-чуть меньше, чуть-чуть, буквально чуть-чуть. На, получается, даже на сотые. Не на десятые, а на сотые. 13.593. И, таким образом, Брэндон Козом выигрывает для Запада этот конкурс, правильно? Получается, что так, да, и приносит первое очко Западу. Но у Запада есть еще одна попытка. Это Дмитрий Когарлинский, который уже участвовал как раз в скорости, в конкурсе круг на скорости. И он может улучшить результат Брэндона Козома. Улучшить для себя победителя как команду мы уже знаем. Это Запад. И я еще раз напомню, прошлогодний победитель показал 13.178. Дмитрий Когарлинский против «Времени». Череповецкий и Северстай. Сейчас все болельщики из Череповца. Наверное, поддерживают его у дворителей Кады. Когарлинский бежит к финишу. Это последний участник первого конкурса «Мастер-шоу». Итого? 13.73. Результат Брэндона Козома остается лучшим. Мы знали еще до старта Когарлинского, что выиграл Запад. Мы знаем, что выиграл Запад. Мы знаем, что лучшим был Брэндон Козом. Мы знаем, что команда Запада ведет 1-0. Когарлинский! Да, первый конкурс остается. Скажите, пожалуйста, Анастасия, ну вот в этом козу быстрей, чем вы бежите. А вы что, где занимаетесь? Как вы понимаете?